Всем привет, друзья! Меня зовут Миша Келкунтак, это гонки GTA 5 Online и это гонки на болидах. Так, секундочку, выбираем одежду. Всем приятного просмотра, друзья, а также приятного аппетита, если вы что-нибудь кушаете, а если нет, то поставьте это видео на паузу, возьмите вкусняшки и побалуйте себя. А вот и начало гоночки, вершина социума! Приготовимся на старт, внимание и марш! Я, кстати, стартую один из первых! Так, это должно дать мне хоть какое-то преимущество. Но на самом-то деле не факт, потому что сейчас все меня будут обгонять, пинать и всё в этом духе. Брать моё ускорение, чтобы меня обгонять. А не, смотри, смотри, они нормально там врезаются друг в друга, хорошо, пойдёт. Блин, слишком быстро все едут за мной, прям капец как быстро. Фух, я вроде бы ушёл от них. Вот, стартовать первым реально это огромное преимущество, когда играешь с таким количеством людей, потому что они все так жёстко начинаются пинать друг друга, и вот это всё, кавардак этот, ненавижу. А так я спокойненько себе еду, мне никто не мешает, и в принципе, если нигде не залаханится, то гонка превращается в такую вот одиночную покатушку. Так, 10 кругов у нас, 10 кругов, окей. 10 кругов мы запросто проедем. Это вообще не проблема. Главное держать дистанцию от них подальше, чтобы меня как бы не задевали их вот эти все попытки меня обогнать. А там второе место, кстати, нормально по газам так даёт. Может меня и догнать даже. Но я постараюсь не дать ему, конечно, этого сделать. Но опять же, такие тут повороты, такие жёсткие, вот перепад этой горной местности. Хотя ничего-ничего, мы проедем. Мы всё проедем, всё промчимся, и всё будет прекрасно. Вот так вот. Немножко, конечно, сбавил газу, но лучше немножко притормозить, чем врезаться и остаться без части автомобиля. Первый круг благополучно пройден. Вот, начался второй. Ещё всего лишь 9 кругов. Ускорение включено. Сейчас мы будем его использовать, значит. Вот здесь, например, поехали с ускорением. Ага. Ускорение очень даже помогает отрываться, держать дистанцию, когда не у кого взять воздушный поток. То ускорение как раз таки незаменимо в таких случаях. Вот так вот. Конечно, я повороты не самым идеальным образом прохожу, но как бы этого достаточно. Главное не врезаться. Потому что если врезаться, вот один раз я где-нибудь врежусь сейчас и всё. И просто трындец. Первые позиции как не бывало. А так нормально. Первая гонка, первая позиция. Всё хорошо. Я не жалуюсь. Но как бы, опять же таки, это ещё из-за того, что я первым стартовал. То есть там такая каша была, что реально выжить в этой каше очень трудно. Я по себе знаю это уже так. Немножко лучше сбавить газу, чем остаться без передка. Без передка остаться, это вообще трындец. Тогда никакой поворачиваемости. У машины вообще нет болида. И просто приходится как-нибудь выкручиваться. А выкручиваться очень тяжко. Серьёзно. Так. И опять же таки, у меня есть классное преимущество, что жёсткие шины. Жёстких шин, как я заметил, надольше хватает. То есть они не так быстро изнашиваются. И в принципе мне их должно хватить на 7 кругов. То есть на 7 кругу я заеду на пидстоп. Если всё будет окей, то все будут заезжать уже к этому кругу на пидстоп. И я в принципе не должен ничего потерять. Я по второму кругу кого-то уже догоняю, смотрю, да. Ну нормально так. Главное, чтобы этот кто-то мне не помешал держать своё первое место. Потому что есть люди, которые вот обгоняешь их на втором кругу, ну второй круг подряд их обгоняешь. И они специально тебя стопают. Это очень неприятно. И как бы зачем так делать? Не надо. Вот, вот, вот. Сейчас поворотики, поворотики. И всё будет шикарно. Ускорение, конечно, немножко у меня ещё накопилось. Кто-то там врезался. Он специально стоит, ждёт меня, да, пока я тут... Не, он врезался. Он именно впечатался в стену. Я думал, он специально стоит, ждёт, чтобы помешать мне ехать. Но я не думаю, что он специально застрял в заборе. Поэтому, как бы, сочувствую. И там кто-то вылетел только что. Да, конечно, это печально. Вот этого вот типа сейчас надо обгонять. Потому что не даст он мне нормальной жизни. Да иди взад, просто иди взад, пацанчик. Ну, серьёзно. Что ты делаешь? Вот так вот. Обходим, обходим его. Нормально. Главное, передок со мной. Ещё остальных тут по второму кругу уже обхожу. Да, пойдёт, пойдёт так. Ой, да ты что, да ты что. Что ты делаешь там? Куда ты улетаешь-то? Не надо. Вот сейчас снова с ними вместе ехать. Это, конечно, не круто. Не ожидал я, что по второму кругу так многих буду прямо обходить. О, за ускорение, конечно, спасибо. Пацанчик, спасибо за ускорение. Да что ты делаешь? Ну? Что ты делаешь, пацан? Не надо кусаться. Знаете, я бы его в ответ сейчас укусил. Ой, ушёл. Ушёл как красиво, ушёл. Да что? Серьёзно, что ли? Вот просто нахрена? Просто нахрена ты мне тачку прокачал так? Ну, походу, это ни на что не влияет, то, что меня бока откусил. Возможно, на максимальную скорость влияет. Блин. Говно, конечно, это уже опасно. Это уже опасно, это уже чревато потерей первого места. Серьёзно, 15 секунд не такая уже большая у меня фора пока что. Такс. Что-то это вообще мне не нравится. Там задний... Это не второе место, я надеюсь, едет, нет? О, вот тебе и карма, чувак. Настигла тебя за то, что ты творил со мной. Или это не он был? Там просто ещё кто-то спереди едет. Это я так многих обхожу или нет? Непонятно, непонятно. Ещё понять бы, что с моей поворачиваемостью, вроде бы, она ухудшилась немного. Но не критично. Когда есть передок, то, в принципе, нормально. Передок плюс спойлер, плюс ускорение пойдёт. По-моему, это не этот меня кусал. Или он? Не знаю. Ладно, нормально, едем пока что. Там посмотрим, что будет. Давай мне своё ускорение, пацан. Давай-давай-давай. Давай-давай, ускорение. Не жвобись. О, вот ты, блин. Засранец. Ну ладно, нормально. Я его обошёл. Сейчас ещё этот резкий поворот бы пройти. Без происшествий. Потому что поворачиваемость немножко упала. Но нормально, я его прошёл. Всё. Меня всё устраивает. Первая позиция держится. Конечно, были опасности, были трудности. Но ещё, опять же, что-то рано расслабляться. Потому что впереди ещё большая часть гонки. Нужно быть сосредоточенным, сконцентрированным и внимательным. И ни в коем случае не допускать ни одной ошибки. Желательно, конечно. Потому что малейшая ошибка, это чревато последствиями. Вот. Сейчас бы я немножко сильнее врезался. Остался бы без передка и трындец. И просто трындец бы был. Так, а ты чё здесь стоишь? Он просто афкшит. Он уже не хочет сражаться, но... И выходить с гонки не хочет, что самое удивительное. Понимаю, понимаю. Ладно. Держимся, держимся. Мы не сдаёмся, мы не падаем духом. Мы просто на первом месте едем. И всё будет окейчик. Опасно, конечно, давать ускорение на поворотах. Но... Это было рассчитано. Так. 23 секунды нормально есть фора у меня. Шестой круг начался. На следующем кругу я должен заезжать на пидстоп. Потому что минимальное сцепление моих шин уже будет подходить к концу. И на следующий, на восьмой круг уже будет впритык. Прям поэтому не хочу такое допускать. Лучше подстраховаться всё-таки. И заехать вовремя. Так, не надо, не надо. Мне здесь твоё ускорение, пацанчик. Не надо. Вот нормально. Объезжаем. По второму кругу, конечно, всех можно обгонять. Но... Пока что мне не особо это нужно. Конечно, нужно в том плане, чтобы они мне не мешали. Но... Типа такое, конечно. Ой, сейчас... Блин, прости, пацан, прости. Прости, не специально, честно. Да я и сам не хотел такого-то. Поэтому, как бы, сори. Я и так понимаю, что ты не первый едешь далеко. Но... Я, честно, не специально тебя вот так сделал. Потому что и сам не хотел впечатываться в тебя. Так уж получилось. Так уж вышло. Это гонки. Тут не такое бывает. Вот, например, как этот, который хотел меня только что застопить. Вот о таких типочках я и говорил. Которые именно специально как-то пытаются подговнякать тебя, да? Это нехорошо так делать. И карма, конечно же, за такое возвращается. Прям почти мгновенно. Я заезжаю на питстоп. Тут без вариантов. Питстопчик. Так, так. Нормально прокачался. Поехали. Все. Все, поехали. Ускорение. Отрываемся. Хорошо, что дается ускорение после питстопа. Чтобы как-нибудь вот это вот сократить. Разрыв этот, который я потратил на питстоп. В принципе, нормально. Три круга остается. И за три круга у меня точно уже ничего не износится. Главное сейчас где-нибудь не разложиться на повороте. А так. Я просто еду, чилю и кайфую. Все у меня в порядке. Первое место. И как бы зашибись. Я доволен. Я доволен. Все. Едем, едем, едем. Парни. Погодка классная. Все супер. Да. Идеально. Просто идеально. Даже скриншот не сделаешь на фоне всех остальных. Типа я их вот-вот обогнал. И еду тут себе первый. Потому что такой скриншот только можно в начале было сделать. А так я сам тут по себе еду. И как бы горя не знаю особо. Конечно, опять же ж таки. Есть опасность, что кто-то будет ехать по встречке. Либо стоит специально пытается застопить. Это еще такие дополнительные моменты. Помимо того, что я и сам могу куда-нибудь врезаться. И без дополнительной помощи, так сказать. Но сейчас попытаюсь поменьше, конечно, отвлекаться. И побольше держать баранку. Главное давать ускорение по большей части на прямых. Потому что на поворотах, если меня занесет, я еще и профукаю ускорение. То это будет вообще трым диез. Просто как бы без шансов. Какой отрыв у меня? 28 секунд. Ну слушайте, на полминуты кого-нибудь обогнать. Это все-таки нормально за 8 кругов. 8 кругов это, в принципе, достаточно много с одной стороны. Но с другой стороны на полминуты обойти. Это как бы тоже еще нужно попробовать. Конечно, они там вдруг друга вторанивались еще в начале. Поэтому я понимаю, как им трудно. Так, кто-то поставил новый личный рекорд. А я ставил, интересно, или нет? Наверное, да. Меня вот больше всего радует, что я пока что тачку не разложил. То есть у меня все детали на месте. И это хорошо. Потому что максимальная управляемость лишней не будет. Однозначно. Лишней она не будет и не помешает мне уже. Вот так вот. А в этих поворотах я уже как бы прошаренный. Поэтому все будет окейчик. Все будет супер. Главное сейчас не накаркать, да? Но я думаю, все будет найс. Просто немножко играться с газом. Сбавлять его лишний раз. Там где не обязательно газовать. И как бы вот так вот, например. Потому что лучше, опять же таки, повторюсь. Немножечко притормозить. Да за то, чтобы был хороший результат. Чем потом разложиться и трындец. Обходим сейчас вот этого вот дружаню. Дружаня, ты прости, конечно. Андео Стар. Но мне нужно обогнать и тебя. Он хорошо, он пытается не давать себя обогнать. Но... Ах, я понял. Ладно. Вот тебе и фора уже. Не полминуты. Но сейчас будет меньше, чем полминуты. 29 секунд это пока что. А так она будет меняться. Потому что я немножко разложился. Но не критично разложился. В принципе, как бы... Это все неудобство, когда обходишь кого-то по второму кругу. И он специально тебя вот так вот прижимает. То есть какая ему по сути разница. Что я обойду, не обойду его на один круг. Ну, понятно, типа, как бы это неприятно. Но... Не знаю. Это же не повод запороть кому-нибудь гонку. То есть я честно еду на своей позиции. Я ведь мог как бы врезаться во что-нибудь и так далее. То есть у меня тоже свои препятствия были. Несмотря на то, что в начале у меня все обошлось без резких каких-то миксов. Слушайте. Мне кажется, почему-то я засмеялся. Потому что сейчас он разложится во что-нибудь. Вот такого типочка на самом-то деле карма очень хорошо ожидает. И он сейчас может вполне себе, да, вот так вот. Но он не разложился, конечно. Но я его обошел. И сейчас вот так вот. И все. Пока, пацан. Пока. Просто пока. Ты мне больше не помешаешь. Вот я тебя запомню. Я тебя запомню. Андео Стар. Ты очень неприятный мне был. Девятый круг тем временем идет. Девятый круг это хорошо. Сейчас еще одного обгоню по второму кругу. Почему бы и нет. Мне как бы не жалко, не сложно. Резкий поворот. Опа. Нормально. Вписались, вписались. Так. Это же... А, не. Это десятый круг. Я думал девятый. Я уже кайфовал. Хотел еще один кружок проехать. А мне такие говорят. Не, это последний круг. Ну ладно. Последний круг. Так последний круг. Сейчас еще его нужно обогнать, конечно. Но это не обязательно. Но просто чтобы он мне не мешался здесь. Вот так вот. По красоте просто обошли его. И пускай он там себе сзади. Чилит и едет себе. Чего? Что это было только что? Что это за нафиг? Что это такое вообще? Что это за бред? Это читеры. Чего? Чего? Ребят, вы это видите? Что это за нафиг вообще? Что за нафиг? Что за читерас такое творит? Что за бред? Так. Я уже не уверен, что я доеду на первой позиции. Серьезно. Что это было только что? Я это записал Я это записал, это очень неприятно Рокстар, к вам вопросик есть Почему вы такое не баните и не преследуете, а? Что за нафиг? Это он, что ли, меня такое нащитерил, нет? Признавайся, типок Иди в зад, понял, нет? Я на первом месте, это мое место, как бы честный финиш на первой позиции Снова меня пытался застопить, а? Вы смотрите, что творят эти читеры Вот такие вот гоночки, друзья, получились и с читерами Но зато на первом месте Поэтому спасибо вам огромное за ваш просмотр Поддержите, пожалуйста, мое видео лайком А также подписочкой на мой канал, если вы еще не подписались Всем огромной удачи и, конечно же, до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok